Олимпиада прошла, но Сочи не теряет инвестиционной привлекательности. На стенде Международного экономического форума Курорт представил несколько проектов, которые оказались интересны инвесторам. Итог – 9 подписанных договоров. Одно из первых и, пожалуй, самых важных соглашений Анатолий Пахомов подписал в первый день форума с Банком Москвы. Договор касается строительства детских садов. Банк готов кредитовать возведение в Сочи детских учреждений и пристроек к уже имеющимся. Объем инвестиций – 3 миллиона рублей. Четыре раза рождаемость повысилась с периода 2009 года до 2014 года. Поэтому сейчас забочат больше всего детские сады и школы. Мы проектировали сегодня уже проекты на 12 новых детских садов, то есть на новых территориях, и 11 у нас так называемых отдельных корпусов на территории действующих детских садиков. Это посудило кредитование под отложенные обязательства? Бюджета – это мы то, что умеем делать. Более того, мы умеем делать так, чтобы это было прозрачно. Кроме того, найден инвестор для строительства канатной дороги на гору Большой Ахун. Канатку планировали возвести еще в 30-х годах прошлого века. Скоро давний проект станет реальностью. Инвестор готов вложить почти миллиард рублей. Еще одно важное соглашение в районе улиц Конституции – Пластунская – построят парковку с сопутствующей инфраструктурой. Объем вложений – 60 миллионов. Считаем, что очень своевременно мы приступили к инвестиционным проектам по строительству парковок. Потому как дорожная обстановка является для нас очень спокойной. Тем не менее, нам просто необходимо эту работу продолжать. Поэтому есть уже инвестор, который собирается строить или для начала рекультивировать территорию, на которой раньше находились новогинские очистные сооружения. А в последующем это будет большая парковка на 5000 мест. В Данифорума также было подписано соглашение с краевым Минтуризма о создании центра обработки данных в туристической сфере. Всего же 13-й международный инвестиционный форум принес в Сочи 9 договоров на сумму более 15 миллиардов рублей. На форуме в этом году Сочи снова представил проект строительства центральной набережной. Найти инвесторов в связи с его высокой стоимостью город не может уже несколько лет. Не исключено, что дорогостоящий проект скоро все-таки обретет своего инвестора. Во время форума большой интерес к этому предложению проявил Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома». Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.